Запись будет оставлена в доступе для вас или нет, мы еще не решили с нашим генеральным директором по развитию нашего проекта и бизнес-клуба «Грани». Мы с ней, а это обсудим с Олесей Худяковой чуть позже. Мы для вас подготовили с Олесей Худяковой в рамках нашего бизнес-клуба «Грани» огромное количество сейчас прямых эфиров и вебинаров. Итак, самое простое, как за ними следить, это наш телеграм-канал. Я думаю, что вы все в нем находитесь и из него пришли, но если вдруг нет, то знайте, набирайте в телеграм-канале «Союз дизайнеров и архитекторов» и вуаля, вы к нам присоединяетесь и удобно следите за всеми ссылками, которые есть. У нас эти две недели есть окно, которое открылось, окно вступления в наш бизнес-клуб «Грани». О нем я расскажу ближе к концу нашего замечательного сегодняшнего вебинара. Сейчас у нас будет вебинар на потрясающую тему, назревшую тему, сложную тему, связанную с выгоранием в профессии. Мы эту тему решили поднять по одной простой причине, потому что очень много на эту тему приходится разговаривать. Разговаривать в клуарах, разговаривать на конференциях, разговаривать в бизнес-группах наших чатах, в каких-то приватных консультациях. Мы все часто обсуждаем именно тему тех, кто связан с консалтингом и общением с другими коллегами-дизайнерами. Не вы, когда приходите на мероприятие, допустим, какого-нибудь поставщика, а вы, когда у вас проблема, идете туда, где эту проблему можно решить. Не заткнуть ее вином, а заткнуть ее какой-то информацией, может быть, каким-то решением, каким-то действием, чтобы начать чувствовать себя по-другому. И что это такое, как с этим бороться, сегодня подробно поговорим. Это прям больная-больная-больная интересная история. Теперь поставьте, пожалуйста, единичку, кто видит меня впервые. Если вы ничего не ставите, значит, вы знакомы со мной, не нужно представляться, все хорошо. Поставьте единичку, это для меня нужно, для того, чтобы я понял, насколько у нас сырая аудитория, скажем так, с точки зрения, ну, со мной не знакомы. А то для вас я просто молодой человек с бородой на фоне синей картины, потому что это будет очень странно, если я тут начинаю умничать, а у вас никакого доверия ко мне нет, прислушиваться ко мне. Отлично, есть достаточно людей, которые ставят единичку, значит, все же представлюсь. Сейчас мы этому уделим буквально минуточку, я сейчас расскажу, зачем я вас здесь собрал. Вы, надеюсь, взяли свечи, вас не предупреждали. Вот, у нас секта, нужно обязательно взять свечи. Эти вебинары, эти обучающие программы, эти курсы проходят в рамках одного большого проекта «Союз дизайнеров и архитекторов». Это я сейчас общаюсь с теми, кто поставил единички, кто со мной не знаком. Мы на этих, как сказать, на этих вебинарах искренне и честно делимся всеми наработками, связанными в бизнесе, связанными с личной эффективностью. Вот это все, это то, что мы будем с удовольствием вам давать в больших количествах в разных наших проектах. У нас есть дизайн интенсив, это конференции в онлайне, у нас есть вебинары, у нас есть живые конференции по всей России и странам СНГ. И мы номер один, как ивент агентства по образовательным проектам. Потому что в 2019 году у нас было в регионах 50 конференций. Сейчас в этом году, по-моему, у нас 25 конференций. Вот у нас буквально на эти выходные, я еще не выспался, по-моему, по мне видно, только что закончилась огромная двухдневная конференция по дизайну интерьера ресторанов. В Москве она прошла. Это было потрясающее событие, очень большая площадка, полно партнеров, свободный, приятный зал. И крутые эксперты два дня выступали. Поставьте троечку в чат, кто был на нашем крутом мероприятии, на нашей конференции, в гостинице «Измайловской» вот на этих выходных. Следующий момент. У нас для вас есть, как ивент агентства, конференции, в принципе, повсюду. У нас только что было в Екатеринбурге, двухдневной в Санкт-Петербурге. Было только что в Крыму огромное мероприятие в Севастополе. 140 дизайнеров было. Было в Минске мероприятие. Короче, у нас все время что-то происходит. Да, там буквально через неделю или через полторы я буду в Сочи. Потом из Сочи я лечу в Сургут. А в Сочи у меня, по-моему, два выступления. Из Сочи я лечу в Сургут на Хантамансийский чемпионат дизайна. Судьей я там буду и мастер-класс буду читать. Далее я из Сургута лечу сразу в Минск. Там тоже у нас мини-мероприятие, скорее всего, будет. Короче, фигура тут, фигура там. Также в Нижнем Новгороде сейчас планируем мероприятие. Из ближайших. 11 ноября я буду в Воронеже. На самом деле у нас гастрольная история. Мы самый крутой ивент, как бы, ивент сообщества и ивент компании, которая проводит больше всех конференций по России. И я являюсь дизайн-продюсером. О, у меня слайд же был. Простите, я представляюсь, я не рассказал. Я являюсь дизайн-продюсером. То есть ко мне люди обращаются для того, чтобы стать лучше, решить видеть свои задачи. И занимаюсь я этим десятилетия. Я 10 лет занимаюсь тем, что помогаю дизайнерам развивать бизнес. Все начиналось с тренингов по продажам-переговорам, по систематизации бизнесов, по знаменитым тренингам «Быстрые деньги в дизайне интерьера», «Мини-МБА». И что только я не запускал как программа. Но все мне это надоело, пока мы не запустили в 2016 году наш союз дизайнеров и архитекторов. Где мы с 2016 года являемся школой по построению личного бренда. То есть внешне мы ивент-агентство, самое крутое в России, а внутренне мы как бизнес-клуб для дизайнеров по построению личного бренда. С индивидуальной коучинговой такой программой. У меня в личном консалтинге на данную секунду проходит 70 дизайнерских студий. От Германии до Хабаровска. То есть у нас карта России такая, достаточно крупная. В Украине есть, в Минске есть, в Узбекистане есть. То есть различные дизайнеры, архитекторы, ваши коллеги. И поэтому я перед вами выступаю, потому что, ну как бы, а кому еще на эту тему выступать, как не мне. У нас есть те, кто преподают бизнесовые дисциплины для дизайнеров, те, кто читает лекции по личному бренду. Но только я в течение уже пятилетия кудю личный бренд из реальных людей. То есть как бы я делаю не просто свой кейс, а с другими очень много работаю. У меня есть дизайнерские студии, есть в Москве, в Минске. Я в них совладелец. То есть я сам не дизайнер, меня можно не мучить вопросами, посмотрите, мое портфолио нравится оно или вам. Мне все одинаково не нравится. У хорошего воспитателя нет любимчиков, он всех детей ненавидит одинаково. Такой старый анекдот есть. Я не разбираюсь в дизайне именно по красоте. А если даже разбираюсь, никому не скажу про это. В судейских комиссиях я как раз выгуливаю эту историю, где я от себя говорю то, что мне нравится, то, что я бы купил как конечный клиент, то, что я бы проголосовал за эстетические удовольствия. И вот в этом формате я с удовольствием прихожу в судебные комиссии различных конкурсов и с удовольствием служу. Сейчас же мы запускаем большую бизнес-премию, которую мы проводили в 2017 году. Вот сейчас перезапускать будем в дизайне огромную бизнес-премию в Союзе. Союз этот мой, я его руководитель, я его создал, я его придумал, я его главный, и я его ресторан родственник называется. Поэтому выпендриваю, что я президент Союза дизайнеров-архитекторов. У нас множество филиалов, почти 10, а может быть 10. Вот этого достаточно для того, чтобы очень хороший, качественный, образовательный движ наводить по всей России. В Москве я создал тематические 7 конференций. Есть различные, десятки, если не сотни, проектов интересных. И я думаю, что многие из ребят здесь знают, напишите, из каких вы городов, чтобы я, если увижу город, в который скоро еду, я хотя бы вам еще раз это проговорю. Все наши новости, еще раз напомню, находятся в нашем телеграм-канале. В нашем телеграм-канале есть вся новостная наша потрясающая лента, где мы по понедельникам стараемся выложить такую портянку новостей. Там 5 бывает новостей, бывает 3, а бывает 15. Со всеми конкурсами по России, какими-то активностями, для того, чтобы люди могли прийти. Москва, понятно, Москва, люблю тебя Москва. Уфа, Чебоксары, Тюмень, Екатеринбург, только там были. Тюмень, в Тюмень еще никак не доеду. Не приглашают, называется Севастополь. В Севастополе только провели конференцию. Бишкек, класс, в Петербурге только провели конференцию. Ну, в общем, вы молодцы, вы все это поняли. Тут какой-то видеоряд, чем мы занимаемся. Мы создали очень много проектов в моем консалтинге. Они родились, и много онлайн-школ, и живых школ. В общем, классная история. Первый этаж есть, Иркутск. В Иркутске буду 2 декабря у Маши Тенгаева выступаю в проекте, связанном с обучением поставщичей на дела. Пермь, Пермь никак не доеду, никак туда не просочусь. Жадные у вас поставщики не хотят платить мне гонорар. Минск, Минск люблю, Беларусь – это прямо отдельная моя любовь. Это выступление на различных проектах, в различных городах. Вот как это приблизительно выглядит. Большие залы. Это в Новосибирске был, там был большой форум дизайнерский. Тоже ребята, я их очень долго консультировал и выступал, поддерживал всячески. Сейчас они тоже по всей России делают ивенты. Но все равно меньше меня по размеру, именно по количеству. Поэтому номер один, как специалист в этом вопросе, все еще я. Пока никто больше 50 конференций в год не делает. Да и 30 даже никто не делает. Поэтому я удерживаю эту пальму первенства образовательных проектов по России. Это известные архитекторы, разумеется, не российские. То есть российские фотографии нет смысла выкладывать. Это иностранные, потрясающие знаменитости. Про каждого могу долго рассказывать, особенно дружу с левой стороны. Нюльнин Силенковский – это французско-испанский архитектор, русскоговорящий. Ему 70 с хорошим хвостом лет. Это его между мной и мюльницем его супруга из Украины. И у них и дети есть. И они потрясающе интересные. Он личность. Мне один раз понравилась история, как он рассказывал, как он, по-моему, во Франции делал этот самый полицейский участок. Им нужно было сделать архитектурное предложение. И вот он сидит, думает, как бы сделать так, чтобы было креативно. И так, как он хочет в его стиле, в сумасшедшем, потрясающем. И он берет Венеру Милосскую. Взял ее и рубанул пополам. И разрезав ее, он обратил внимание, что между верхней точкой плеча и правой ногой есть прямая линия. И он говорит, класс, я могу ее использовать, если линия прямая есть, я могу использовать ее как колонну. И он, представляете, весь полицейский участок заставил половинчатыми Венерами Милосской, правильно, как пространять-то, сделав из них колонны. В общем, очень интересная личность. С ним потрясающе, как бы, мы проводили вечера с кальяном, алкоголем и множеством историй. Он, у него дом напротив Сальвадора Дали, он дружил еще с ним в свое время, когда ему было 20, Сальвадор Дали уже был старенький. У него много подлинников, скажем так, из его мастерской Сальвадора Дали. В общем, очень интересная, прям разносторонняя личность, горжусь ним. Ну вот мы ржем на улице, назовем это так. Так, города, очень мало городов вы поставили. Ребят, ну соберитесь, в конце концов. Сегодня только среда, у нас еще завтра потрясающий вебинар. И Олеся Худюкова будет в пятницу вам рассказывать, вам понравится. Это вот у меня на руках был самый дорогой архитектор Европы. Это у нас мою лекцию переводят Карима Рашиду. Это, кстати, проект «Неделя дизайна в Узбекистане». Мы ее придумали, мы ее организовали. И вот слева от меня на фотографии сидит Любовь Сафронова, главная героиня Узбекистана. Она как раз все своими руками сделала. Это самая крупная конференция, которую я когда-либо вообще видел и участвовал в организации. Там, я потом приведу примеры, оборот этого мероприятия был 120 тысяч евро, чтобы вы просто понимали, как это выглядит. Там и Тодос были, и Карим Рашид, и Седокова, по-моему, певица. То есть там они бахали, так бахали. То есть там мероприятие было просто огромное. Чтобы вы понимали, он 600 человек архитекторов было. В Узбекистане, в Ташкенте. Ну как бы, что-то мне подсказывает, многие из вас не знали, что там столько ваших коллег может быть. Вот кто-то скажет, не коллеги, а не мне. Но, тем не менее, факт остается фактом. Они учатся, они становятся лучше. И кто знает, что будет завтра. Мне довелось судить конкурс на первой неделе Таджикистана. Это был Узбекистан, а там Таджикистан. В этом году я был на таком мероприятии. Вот там рынок, конечно, небольшой. Там из взрослых адекватных студий человек 70. То есть штук 70 вообще на всю страну. Ну и в конкурсе поучаствовал там, условно говоря, 20. Из которых 3-4 реально похожи на около российско-европейский дизайн. Вот поэтому, ну они там и все это прекрасно знали. И поэтому награждались плюс-минус одни и те же. Вот. Это было потрясающе интересное мероприятие. Вот. Но немножко теряется серьезность мероприятия, когда зал на 500 человек. Зал на 500 человек, а в зале сидит там, условно говоря, около 40. Те, кому это может быть интересно. Вот это как раз был такой эпик фейл. Немножко переразмеренных площадей. Для подобного мероприятия и переразмеренной ценности. То есть организаторы, те, кто это хотел, они видели в этом ценность. А рынку оказалось, как таковому, который должен в зале сидеть, это не нужно. И очень интересная такая динамика, которая мне было больше интересно за вот этим наблюдать. Но мы с удовольствием там провели время. Мы там как бы очень много с девелоперами таджикистанскими, 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 как правильно говорить-то, проводили мероприятия. Поэтому как-то так. Давайте вернемся к сегодняшней теме. То есть я занимался консалтингом много лет. И по моим, может быть, каким-то немножечко остывшим глазам уже можно понять, что я в эту тему наигрался. Я знаю о дизайне достаточно, чтобы решить любую проблему, которая передо мной возникает, связанную с бизнесовыми дисциплинами. То есть продажи, переговоры, конфликтологии, юридические моменты, маркетинг, любой формат диджитал или стратегического маркетинга, или тактический, или найм, управление, мотивация персонала, автоматизация, бухгалтерия, какие-то СРМ сложные, модификации. И, разумеется, истории, связанными с бизнес-планированием и финансовыми моделями студии в будущем и поставщичьим к ним, маркетплейсом, либо точкам и салонам. Но это в будни моего консалтинга, и я на эту тему или на любую могу говорить сколько угодно. Но есть одна большая история. Почему этого не происходит с некоторыми из вас? Почему вы не дорастаете до этих проблем? Почему вы не дорастаете до этих тем, и многим даже слова, о которых я сейчас говорил, совершенно были непонятны? Поставьте там троечку, кому было хоть одно слово «непонятное» из этого большого списка, чем я занимаюсь и так или иначе консультирую. В моих 16 авторских курсах, которые есть для дизайнеров, много всего есть. Один из курсов, которым я очень горжусь, это «Спиральная динамика», где мы 44 часа с Ниной Лопатиной обсуждаем тему эволюции, изменения ценностей у нас, у клиента, у сотрудников, в компании, сама компания, у потребительского потенциала, изменения ценностей и так далее и тому подобное. То есть мы сделали огромную программу в 44 часа. Вы понимаете, сколько я могу говорить на тему психологии. И многие из вас, из ваших коллег, девчонок, мальчишек, взрослых мужчин и взрослых барышень приходят с одинаковыми проблемами. Простите за вечер такую фразу. Не встает у них на дизайн. Не хотят уже больше этим заниматься. Не нравится. Обидел клиент. Прогнал музу. Навалял творческому человеку. И вот обидеть творческого человека может каждый. Это распространенная проблема. То есть что первая причина, что у нас происходит? Первый момент это выгорание внутреннее. От чего? От того, что обидел клиента. Не оценил. Была конфликтная ситуация. У кого? Поставьте четверки в чат. Были конфликтные ситуации, с которой омрачали творческий подход. Поставьте, пожалуйста, четверки в чат. Да, мощный курс. Елена проходила. Отлично. Распространенная история. У меня тоже самое было. У кого из вас была история, связанная с тем, что слишком много текучки? То есть набрали проектов, может быть для кого-то много, это три. У меня есть сотрудницы, которые не могут вести больше двух проектов. Мне хочется их ударить, но тем не менее они есть. Есть сотрудники в студиях, которые ведут по 10 проектов, по 20 на разных стадиях есть владелицы в студиях, которые ведут. И можно быть, все клиенты хорошие, но ты просто уже ненавидишь всех одинаково. Потому что поставьте пятерочки в чат, кому знакомо вот это выгорание текучки. Потому что здесь за визуализатором проверить, здесь планировку проверить, здесь заедь, здесь плитку покажи, здесь жена звонит, здесь муж звонит. То есть здесь они теперь вдвоем звонят, они все вечером поели, пришли и встали все в раз писать. То есть это прям распространенная история. Тут может быть все трижды хорошие клиенты по Сарафану, друзья, родственники, обожаемые, просто хорошие люди. Но есть факт, горите вы все конем. 16 параллельно было, пишет Наталья Власова. Потрясающе. Это тоже как раз та история, когда ты выгораешь просто от текущих событий, которые происходят в огромных количествах. Следующий момент, который происходит, это причина, по которой у нас происходит эмоциональное выгорание. Это, ну давайте честно, это причина, связанная с неумением расставлять свои границы. К вам постучались тогда, когда захотели клиенты, а вы всегда открываете дверь. Вы всегда берете телефонную трубку, вы всегда отвечаете в WhatsApp. И надо честно сказать, что вы всегда сами в такой ситуации виной, что вы гораете. Кому знакомо вот это про нетвердые границы, когда к вам на территорию можно зайти. Поставьте шестерочку в чат, кто себя узнал. Потому что это тоже такая тема. Иногда у Виктора пишет, 24 было. Вы вживы еще, Виктор? Это же кошмар. Это тоже распространенная история, когда мы им просто позволяем вторгнуться в нашу территорию и натоптать там. Давайте вот так вот зовем. Есть следующий момент, он уже чуть-чуть меньше по страшности, потому что самое страшное мы уже проговорили. То есть это открытый конфликт, который остался психотравмой. Это история, связанная с усталостью, накопленной усталостью. И сюда же можно засунуть такой термин, называется усталость принятия решений. То есть вы не в смысле не любите дизайн, не в смысле плохие клиенты, а в смысле вы просто задолбались каждую секунду говорить. Ну то есть вот как бы на скорости принимать решение. Так, плитка розовый или синий? Розовый или синий? Так, я могу ему заплатить 150 долларов или должно быть 170? 150 платить, 170 мы его найдем другого. И вот вы все время принимаете какие-то решения. А когда мы с вами встретимся? Можно никогда? А, так нельзя. Да давайте прямо сейчас. То есть вот просто сделаем это и все. То есть вот это состояние, вот это агония, это... Поставьте семерочку в чат, кому это как бы знакомо. Виктор пишет, наполовину жив уже отпустила. Виктор, мне кажется, даже я не знаю, что такое 26 проектов. Вот, у меня, конечно, тоже были такие запары, которые оставляли. Знаешь, мы недавно встречались с Игорем Беляевым, и он такую фразу говорил, классную. Я перевру компании, пусть там какая-нибудь компания Ламбик приходит. Приходит генеральный директор, а вот со мной мой директор по строительству 5 инфарктов. И тот такой, да-да, 5 инфарктов. Вот здесь вот приблизительно то же самое, как это звучит. Как-то поставьте, кто улыбнулся от этой шуточки, потому что я очень сильно смеялся, потому что это не смешно, потому что это правда про стройку. И да, такое тоже бывает у нас у всех. Так, переходим к следующим проблемам. Мы основные громкие такие сказали, отсутствие границ, отсутствие... Смолики посыпались. Вот, отсутствие границ, отсутствие защиты против клиентов токсичных, и, разумеется, история, связанная с текучкой. Огромной-огромной текучкой. Это страхи делегировать, страхи передать кому-то что-то, потому что кто-то делает хуже вас, чтобы вы понимали. Я вчера уволил двух сотрудников и узнал, что уйдет еще и третий. То есть текучка – это нормально. Мы все друг другу посланы на время. И, как бы, я знаю, что если я буду организовывать сам конференцию, если я сам буду делать графическую часть, она будет прекрасна, она будет волшебна, она будет сексуальна, она будет идеальна. Но я не имею права заниматься этой хренью. И да, у нас графическая часть может страдать. И да, у нас может что-то быть недопилено, недоделано до конца. И да, у нас может там HDM кабель на конференции отпадать, потому что, разумеется, нам никто не дал проверить заранее площадку, и хорошо ли она с нашим логбуком состыковывается или нет. Но все равно эти факапы все время залечиваются, как-то происходит так, что вы все воспринимаете это нормально. И мы понимаем, что по-другому конференция, но как-то сложно сделать, потому что всегда найдется какая-то слабая точка. Допустим, даже не будем сейчас приводить пример. Переходим к следующему моменту. Четвертому, связанному с выгоранием, это токсичное окружение. То есть, это проблема в том, что люди к вам, вокруг вас, которые есть, они не поднимают ваш тонус, они не поднимают вашу энергетическую какую-то сущность, вы окружили себя людьми, которые потихонечку высасывают из вас что-то, либо требуют от вас что-то. То есть, они не сознательно хотят у вас что-то забрать, а они, я бы сказал, больше неосознанно просят. Дай. А даете вы по тем же самым причинам, которые были до этого. Не можете отказать, хотите, нравится, но вы же хороший человек, нужно же помочь. Или у вас ценности такие, где по вашим ценностям вам нравится через действие другим быть хорошим. То есть, это вас кто-то в детстве выучил, что если ты поделишься своей лопаткой и сам в песочек играть не будешь, то как бы ты, значит, хороший ребенок. Вот. А на самом деле не нужно делиться лопаткой. Сам вот наиграешься, тогда отдавай. Не наигрался, значит, ты просто лох и мама твоя лох. То есть, как бы вот так оно и выстроено. И вот с нами это идет потом. И вот нам, у тебя запара, ты сделать ничего не можешь. Ну, говоришь до родственникам, которые просят покапать картошку, или говоришь какой-то тетушке там, или подруге, что отвезешь ее маму в аэропорт, и это потеряешь полдня. Туда полдня пробки, а вы туда, обратно. То есть, не та вообще история, связанная с работой. И мне вам хочется донести именно вот этот формат, что очень сложно, очень сложно порой поменять окружение или обнаружить токсичную составляющую. Кому это знакомо? Поставьте восьмерочки в чат. Восьмерочки в чат. Нет, это такая потрясающая кружка. Такая есть у меня и, как бы, у Алисы Худяковой. Такое косноязычие невозможно слушать. Такое косноязычие невозможно слушать. Да, к сожалению, так и есть. У меня большое косноязычие. Нажмите крестик вверху и нахер отсюда из чата. Я думаю, что это единственный вариант, как вы можете не слушать косноязычие. А мы по тем самым способам очистимся от токсичного окружения и не продадим вам тренинг по ораторскому искусству. Следующий момент. У нас есть история, связанная с инструментами. Мы сейчас с вами определили зоны, где на нашу территорию кто-то заходит. И следующий момент. На нашей территории нельзя находиться без нашего разрешения и делать что-то там, что нам не нравится. Следующий момент. Что же нам нужно делать, чтобы это не нравится? Если по этим же четырем моментам пробежаться, у нас первая есть история. Это нас обидели, и мы это прорабатываем. Как мы можем прорабатывать? Самые простые вещи, если вы не относитесь к никакой конфессии религиозной, если у вас нету таинства, причастия, исповеди и так далее, то вместо исповеди занимайтесь написанием писем. Написание писем, что это такое? Это история, когда вы садитесь, берете нашу замечательную ручку, листик, и начинайте писать там информацию, связанную с тем, что вы хотели бы человеку выговорить. Что он плохой, козел, он вас обидел, он поступает неправильно, нечестно по отношению к вам и так далее. И вы можете писать там матом. Это ваше право, это ваш листик. Потом этот листик можете выкинуть. Не обязательно его отправлять этому человеку, это просто выговаривание. Это самая простая психо, скажем так, такая чистка против обид. Разумеется, если у вас девичий подход к стрессам, то вы можете выговариваться, найти уши и выговорить туда все, что не написали, не сумели и так далее. Это очень просто. Сделать это подружки, это еще кто-то, с кем вы можете оговорить эту проблему. Может быть, и для кого-то это мама, для кого-то может быть муж. Следующий момент это, что вы можете сделать. Это психолог. Это история, связанная с разбором, кто виноват, кто прав в компании. Тогда иногда тоже легчает, когда выясняешь все формы. Если вам остается дальше, ну, нужно слушать и работать с этим клиентом, вам нужно использовать технику, связанную с любовью. Так или иначе, вам нужно полюбить того, у кого есть... Вам полюбить нужно причины, почему он так поступает. Я не раз рассказывал историю про дагестанскую тещу, которая появилась у нас на стройке и которая устроила очень сложную приемку квартиры, работ, переделок со скандалами и так далее и тому подобное. Мы с ней могли только закрыть договор одним способом. Я должен был ее полюбить и не пойти с ней на конфронтацию. Моя задача была понять, почему с ней такое творится. И когда я понял, что сдернули ее замечательные родственники, которых она любит, что она уехала из Дагестана, приехала сюда в Москву, никого не знает, нет окружения. Ей грустно, плохо, но она любит своих родственников, помогает с квартирой и отвязаться больше не на ком. Как и на подрядчиках, которые еще делают свои услуги, по ее мнению, не надлежащим способом. Хотя я был в Дагестане, я видел их ремонты, боже мой, у нас все идеально, настолько, что просто сложно, сложно даже представить, насколько у нас все идеально. И она лучше ремонтов никогда не видела. Это тоже честно. Следующий момент. Не можете сами справиться с этими техниками, идите к психологу. Есть истории, связанные с замедлить большое эмоциональное состояние, яркое эмоциональное состояние. Это техники дыхания. Вы должны просто замереть и обратить внимание, как вы дышите. Постараться дышать больше животом, чтобы вы чувствовали полную грудную клетку, как вы вдыхаете, грудную клетку в живот раздвигается и выдыхаете. То есть это глубинное дыхание, как сказать, неутробное дыхание, как это правильно называется. Короче, дышите животом. Это тоже очень важная техника, позволяющая замедлиться. Если вы подышите так минуту или полторы и будете трансово сосредоточены на ощущениях и дыхании здесь и сейчас, то это та самая ситуация, когда... Короче, за полторы минуты можно убрать симптомы вот этой быстрой, яркой одышки. Мне это помогает. Допустим, у меня какие-то запары пришли, я понимаю, поймал суету, пропустил ее в сердце, то как бы с помощью этого убираем яркое впечатление, яркое ощущение вот этой суеты. На следующий момент техника, она плохо получается с первого раза, но попробовать стоит. Это найти какую-то точку определенную и на этой точке сосредоточиться и попробовать не думать. Тоже достаточно полторы минуты попрактиковаться, вы замедляетесь. Это то, что помогает мне, это то, что помогает... Вы можете ехать в метро, вы можете ехать в транс, вы можете даже идти и сделать фокус на какой-нибудь там дальней части улицы или дома и постараться не пускать никакие мысли в голову. Это замедляет. Замедляет также, когда вы убираете суету. Суету мы можем убрать с помощью инструментов элементарных, отключиться от суеты. У меня выключены на телефоне все сигналы, кроме прямого звонка. Если нужно что-то срочно, мне звонят. Если ничего срочно не нужно, мне не звонят. Если мне написать в WhatsApp слово «срочно нужно что-то», я не верю. Это не срочно. Ты про другой орган дыхания всегда говорил. Это наш секрет в Союзе. Анна Макарова говорит про секретные техники дышать маткой, если вы не поняли шутку нашу. Нет, сейчас я вас не буду учить дышать маткой. Не моя экспертиза. Что-что, этого я сам не умею, поэтому я точно вам не расскажу. Но шутка хорошая, засчитана. Дышим нижним, животом. Вы дышите животом. Вот те, кто умеет дышать маткой, пусть дышат маткой. Следующий момент. Связанный с... Мы убираем в суете простые вещи, связанные с беспокойством нас. То есть, пока я не зашел в телефон, я не вижу, что там что-то назвенело, напоявлялись чаты с людьми, которые хотят отмечивать. Я эти чаты не открываю. Допустим, Екатерина Попкова написала мне что-то. А я понимаю, что я бегал в запаре. И если я ей отвечу сейчас на ходу, это будет некачественный ответ. Поэтому я ее отложил до моего осознанного состояния, что я готов Екатерине Попковой ответить здесь и сейчас. Развернуто, понятно. Если, конечно же, там какой-то простой мимолетный вопрос, ну тогда, тем более, она не обидится, если я не ответил быстро здесь и сейчас на простой мимолетный вопрос. Я до сих пор жду. Дождетесь, Екатерина, я обещаю, что сегодня перед сном и он точно отвечет. Следующий момент в этом во всем. Это в форме сохранить себя. Потому что, кроме Екатерины, мне там написало еще 30 человек, допустим. И я одинаково всех люблю и одинаково всем отвечу в тот момент, когда у меня появится такая возможность. Но я должен сохранить себя. Это мои собственные границы. Если я их продавливаю, пропускаю и так далее, то я теряю в первую очередь себя. Тогда я неэффективен ни для Екатерины, ни для Кати, ни для Маши, Антона, Дмитрия или какого-нибудь там, не знаю, Артура. То есть, без разницы. Я для всех их не являюсь, для всех них не буду полезен. Моя обратная связь будет из серии и я что, все равно, что гладить за рулем. Вот ты одинаково плохо гладишь утюгом и одинаково плохо ведешь машину. Ты либо остановись и погладь, либо, блин, веди машину и не отвлекайся. Здесь все то же самое. Поэтому наша задача убрать лишние раздражители. Более того, это настолько я серьезно отражусь, что мне даже врачи запретили носить часы. То есть, у меня есть электронные эти часы всевозможные, которые там синхронизированы с телефоном и так далее. У меня есть аксессуары, браслетики, для молитвенной и отчинаж, но как бы нету часов. Все лежит на полочке дома, я их иногда беру и отдаю детям играть. И дети мечтают их продать на Авито. В принципе, я им это разрешил и они успокоились и не стали их продавать. Самое интересное. Ладно, шутки шутками. Следующий инструмент это мы третируем клиента, что мы ему ответим после 9, уже не будем отвечать. Вы можете зайти просмотреть, но ответить утром, потому что жена против, потому что вы укачиваете детей, потому что вы вечером там чем-то еще занимаетесь и так далее и тому подобное. Вы можете соврать, но как хотите, ваша задача основная сберечь в первую очередь себя во всей истории. Следующий момент. И предупреждать клиента нужно в начале отношений договорных. Потому что, когда вы их предупреждаете клиентов в процессе, то вы перебываетесь в полете и следовательно это часто может не нравиться. Если вы их предупреждаете в начале, то как бы заключайте договор, ну окей, вот такой странный дизайнер, странно работает, но главное, чтобы это было эффективно и главное, чтобы нам понравилось. Не переживайте, со мной все так. И вас, более того, когда вы бьете еще периодически по мордам, еще начинают уважать. Когда вы как раз прогибаетесь со всех сторон, в этом как раз есть большая наша внутренняя потеря. И тема, допустим, откуда взялась вообще тема этого вебинара, который мы взяли, вот этого эмоционального выгорания, профессионального выгорания. Оно взялось из очень простой темы, что мы в нашем бизнес-клубе Грани это многое стали обсуждать. Оказалось, что многие девочки проходили либо сейчас находятся в состоянии, когда мы, знаешь, вот наша муза, она как птица Феникс. Вот тут у меня на самом деле три картинки или четыре, они все про птицу Феникс. И наша муза просто выпрыгнула из нас. И она к нам не возвращается. И хочется уйти из дизайна. И мы находимся в крутом бизнес-клубе, где там сотни человек или полторы сотни человек. И все так нравится, все такие мощные, крутые, здоровские, куда-то бегут и все вместе бегут. А не хочется даже бежать на эту тему. Не то, что ноги переставлять. Вроде бы бежишь, но как-то без энтузиазма. Потому что все вокруг бегут. И да, в бизнес-клубе эта поддержка происходит. Ты бежишь на автомате. Но с другой стороны, хочется так как-то, знаешь, еще и быть в пятерке или десятке лидеров. Не говоря уж в первой, в тройке. Нет. Просто поближе к вершине. А нету внутреннего потенциала. Нету потенции. Нету жизненной потенции. Не хочется этого всего делать. И мы тут поняли, что это очень серьезная штука. И с Олесьей Худяковой мы взяли и прорабатывали вордбук. И на секундочку мы делали опрос, как девочки восстанавливаются. Кто ходит на спорт, на йогу, кто ходит по утрам в церковь, по воскресеньям, кто читает молитвы, кто занимается какими-то йога-практиками, кто занимается спортом и так далее и тому подобное. Кстати, спорт это тоже очень важная штука. Особенно связанная с новыносливостью упражнениями, потому что именно они очень серьезно связаны с нашей нервной системой. Они ее тренируют и дают нам легко восстанавливаться после стресса. Причем я на себе даже испытал восстановление после стресса, когда я занимаюсь упражнениями на выносливость, гораздо лучше происходят, ну в течение полугода допустим, чем когда я занимаюсь на физику. То есть я прихожу в спортзал в свое удовольствие на два часа и так лениво что-то там гантельки покидал, накачал, грубо говоря, забил ту мышцу, которая тебе нужна была. Для красоты, условно говоря. Но не то чтобы тут по телефончику поговорить, тут что-то укулеры попил, тут с каким-то мужиком познакомился, с ним поболтал про спортивные вещи, потом про автомобили, потом про токинг, токинг работает, потом нашли общие темы и еще на эту тему поболтали. То есть как-то два часа прошло, то есть это был не спорт, это было, как сказать, комьюнити, да, то есть ты там пообщался, потусил, ну и да, какие-то мышцы проработал. Но у тебя не было динамичной, очень сложной нагрузки, которая бы повысила твою выносливость. И вот это интересная история, что выносливость, кто как раз занимается пробежками или какими-то, ну, в общем, на усложнение ведет свой путь в физике, у них лучше восстанавливается нервная система. Я прям проверил. Полгода и я был шокирован. А я ненавижу на выносливость, то есть я ненавижу бегать. Это прямо, это моя история. Мне не нравится бегать. Я не получаю от этого удовольствия. Я не люблю, когда задохнулся, пахать еще. Ну, вот мне не нравится, как бы. Я понимаю, что дыхалка уже не справляется, я уже дышу даже порами рук и ног. И все равно нужно дальше что-то делать, чтобы повысить вот эту выносливость. Но нервная система отрабатывает прекрасно. Стрессоустойчивость уровень бог. Как это работает, не понимаю и не хочу понимать, но с вами делюсь на работах. Следующий момент. Техника молчания. Это когда вы слишком много себя раздаете. Это тоже история связанная с аскезой. Разумеется, семья. Разумеется, все техники связаны с тем, чтобы обнять детей. Это называется телотерапия. Когда ты голый, без верхней одежды, да, прижимаешься к ребенку тоже голым и чувствуешь его тепло. То есть, через такие техники в каких-то там африканских племенах люди даже, ну, у них есть такой обряды, тренинг личностного роста, когда косячащего какого-то члена своего сообщества, они обнимают и так могут несколько часов, а бывает и несколько дней его обнимать. Для того, чтобы он полностью перезагрузился от человеческого тепла и любви. Это такой фиолетовый тренинг, назовем это так, восстановление. Те, те, кто знает спиральную динамику, понимают, что значит слово фиолетово. Это с помощью любви и семейственности, когда перезагружают всю твою внутреннюю энергетику и нервную систему. Потрясающая история. Так, поставьте плюсики, что вы меня слышите, а то у меня может быть такой, знаете, все замерли. То есть, я просто накидываю наработки, которые у нас есть, разумеется. И когда мы с Олесей обнаружили в нашем бизнес-клубе грань, что эта тема очень, ну, не то чтобы популярна, а архиактуальна, то, разумеется, мы как бы выпустили вордбук. Вордбук, у нас вордбуками называются это PDF-ки такие. Грубо говоря, есть файлы, видео, да, которые ты смотришь, урок там 2-5 минут, допустим. И к нему расшифровочка поподробнее, потому что, ну, видео для красного словца красиво все рассказал, а в текстовом составляющей там можно чуть подробнее написать. Ссылки к ним дать, чтобы удобнее было и так далее. И вот в вордбук у нас на тему выгорания в профессии 9 страниц. 9, мать его, страниц, я бы так сказал. Потому что, когда мы начали накидывать туда фишки, что можно сделать, а что еще, а какой пилатес, а какой массаж лица, а какой лимфодренажный массаж, а какой там еще, может быть, шугаринг или уход за собой девичий, вы можете использовать для того, чтобы восстановить себя через тело. Если вы даже не понимаете логически, зачем вам это делать, условно говоря, сейчас в зиму одной, это нужно для себя через тело, потому что пролечивается стрессом. Это просто так работает. Это не нужно ни для кого, это нужно только для себя и для потрясающих стрессов. Я упахшусь наглухо, убью свою нервную систему, чтобы позволить себе самые дорогие антидепрессанты и самого дорогого психолога. То есть, в принципе, это звучит точно так же, но как бы, как шутка из интернета, но тем не менее, прям, 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 прям. Капли прям круто зашли. Да, капли Баха обязательно. Я, допустим, очень всем рекомендую пользоваться этой простой, не знаю, что это, БАДы, гомеопатия. Мне все равно, что это, но на меня это работает. Причем работает прям потрясающе, потому что я даже не знаю, что я пью от чего, и, как бы, оно работает на то, что нужно. Мне их прописывает мой замечательный врач, я с ним не спорю, он пил, оно написано, а либо. А я как хрен его знаю, что такое либо. То есть, мне нельзя свалить, что у меня эти БАДы, я теперь знаю, они подействовали на то, что я знаю. Я не знаю, на что они действуют, но мне становится легче. Я не вылазил от массажистов. Да, вот Олеся через систему массажистов, кто-то через бассейн, кто-то почитать книжку в парке, кто-то провести время просто самим собой, вот отчертить себя мелко Машеньку. У меня бывают, если за парные дни такие, я просто выключаю на 3 часа телефон и делаю дела. Я высокоэффективен, когда я забираюсь в телефон на автомате. Знаете, вот это ощущение, когда ты взял телефон так, тык-тык-тык-тык, разблокировал его и привычным движением в Инстаграм, или может быть в игру, или может быть в переписку с каким-то людьмым человеком в Ватсапе, не знаю, у каждого что-то. Но вот эта рука, знаете, суетливое привычное движение, такая мышечная память. Вот, хоп, и вы уже в трансе. А когда он на авиарежиме, ты все равно из транса выходишь, вот этого автоматического движения, такой, блин, его надо разблокировать. Так вот это как работает. Ладно, переходим к нашему дальше потрясающей теме, выгоранию. И в бизнес-клубе мы с этим столкнулись, что, ну, сложно заниматься бизнесом, сложно развиваться, просто даже как творческой личности с точки зрения того, чтобы твой дизайн стал лучше, чтобы нравиться клиенту. Да ты не хочешь, ему нравится, ты выгорел. Ты вот все, ты пламя. И да, я искренне надеюсь, что вы понимаете аналогию, что это не просто женщины с красивыми телами, это фениксы. Потому что перед тем, как выгореть, то есть после того, как ты выгоришь, ты становишься, как бы, другим, ты возрождаешься. И хочется верить, что ты возродишься с новым, интересным опытом. Алива для восстановления физических и умственных сил, пишет Анна. Теперь я знаю, и теперь это будет плацебо. Вот, а до этого был чистый эксперимент, на мне капли баха работают. Переходим к следующему моменту, связанному с вашим состоянием, для чего мы это делаем. Зачем нам нужно следить за этим балансом, энергетическим, физическим, отдыхом, сна, да, каждый из вас уже знает, кому там чуть больше 23, что нужно ложиться в 10 и в 11, уж точно, иначе какие-то гормоны до часу ночи не выработаются, и ты будешь убитым, ужасным, как, не знаю, как потрепанный, как я сейчас. Давайте вот так вот. То есть ты будешь похож на Тюрина после конференции, уставшего и полного в текучке. Нет, на самом деле, на самом деле здесь вопрос, чтобы тебе глаза горели. Потому что, как я бы мне рассказывал, какие бы у меня синячки под глазами не были, как бы я там, не знаю, не общался с вами, вы чувствуете, когда я это про любовь делаю, когда я это делаю с любовью, когда я переживаю за то, что говорю. И вот ваша трансляция, искренняя, возможно только, когда вы внутри, вы искренне. И когда вы наполнены. Наполнены, а значит были в балансе, значит не раздали себя клиенту больше, чем нужно. Значит услышали свой организм, когда он говорит, блин, может быть, поспим часочков 500, вот, чтобы просто набраться сил. И когда ты понимаешь, что вот так вот сейчас правильно, потому что я тогда буду наполнен, и тогда дам то, зачем ко мне пришел клиент. И вот эта вечная наполненность правильным балансом, она дает выход на другой уровень сарафана. Слышите важную мысль? Сейчас она чертовски важная была. Еще раз. Сначала вы ловите баланс, а потом, когда вы научитесь жить в балансе, у вас появляется возможность выйти на другой уровень сарафанного радио. Эта система, когда на нашу энергетику приходит другой клиент. Если энергетики нету, не на что приходить. Сорян. Личное мое такое замечание. Поэтому очень вам рекомендую подумать еще раз на эту тему, как мы с вами прорабатываем вопросы, связанные с нашей внутренней энергетикой, нашим тонусом, нашей трансляцией любви. Если у вас вот эта любовь есть, если вы ее можете как-то дать, дать клиенту так, чтобы он это чувствовал, то вот это как раз наполненность. Потому что, когда ты прям у тебя здоровье, кровь с молоком, у тебя энергия потрясающая, ты волшебный, у тебя в руках все горит, и тебе говорят слово, а ты уже не надо, я уже все продумал, я уже все знаю, что вы хотите, я уже прочитал ситуацию, у меня уже 33 комбинаторики в голове отыграло, сейчас все будет, я уже понимаю, что вы хотите, я не говорю, блин, произошел ожидание, красавчик или красавица. Вот это ощущение вы должны поймать, что вот это отсутствие баланса, оно убивает и ваш сарафан, и все остальное. И когда у вас такой высокий уровень энергетики существует, с которой вы следите, то, разумеется, внутри вы получаете простой ответ, естественный ответ, он сам к вам придет, что ваши услуги, блин, стоят дороже. Да я же молодец, меня вон как любят, а что это я продаю там за 5 долларов в квадрат? Может быть я стою 55 долларов в квадрат? Может быть я стою 150 долларов в квадрат? Чего не попробовать? Потому что люди, вы потом торгуете не дизайном интерьера, не просто ценностями клиента, вы торгуете состояниями рядом с вами. Еще раз, я хочу прям галочку поставить у вас в голове, потому что вебинар этот был рядом, вокруг вообще одной фразы, это 50 минут у нас было подготовка к этой фразе. Вы торгуете состоянием рядом с вами. Олесь, блин, нам на эту фразу, на цитаты в нашу рубрику. Потому что, если вы умеете с помощью своей энергетики ауры вокруг, состояние трансформировать клиента, он будет меняться рядом с вами, ему хорошо рядом с вами будет, то вот именно тогда у него снимается вопрос, а сколько это стоит. Да я готов за это платить, потому что в рамках всей квартиры, бюджета и всего строительного бюджета, вот дизайн-проекта, вот эта пипифка, от того, что она там на 50 долларов больше, или на 100 долларов больше, или меньше, оно вообще все равно. Рядом с вами все по-другому. Рядом с вами горит все в руках. Рядом с вами хочется жить. И именно поэтому из всех тех моих, условно говоря, приятелей, знакомых, европейских дизайнеров и звезд мировых, с которыми я общаюсь, или общался, я вам привел в начале пример Нюллинса Янковского. потому что рядом с ними хочется жить. Ему 77 и мне иногда кажется, что по сравнению с ним я старик, потому что я устал. А у него все хорошо. Он жжет. Он живет здесь и сейчас. У него горят глаза. Ему хочется жить и еще. И он как раз чувствует вот это. Он как паук. Он сейчас на паутине этой жизни. И каждую ниточку чувствует, что происходит. Кто за соседним столиком улыбнулся, какая капелька с розочки упала вниз и какая птичка вверху пролетела. Он здесь и сейчас. Они в вечной запаре планов, которые где-то там далеко маячат. На следующей неделе нужно не забыть позвонить Максиму. Потому что если я сейчас об этой мысли не подумаю, то будет какая-то грусть. Разумеется, я не буду вам говорить про стандартные вещи, связанные с лечением стрессов в виде ежедневников, планов, отчетов и вот такой вот всякой потрясающей муры, которые мы, разумеется, используем. Я сам так, чтобы вы просто понимали, насколько использую. У меня есть ежедневник на неделю расписанный. У меня есть блокнот. то есть я не называю это мурой, но как бы я все тем же сам пользуюсь. Разумеется, это еще есть в электронном виде. А по клиентам и по всяким действиям есть CRM-система. И сейчас мы внедряем там тревел, чтобы я контролировал тех сотрудников, еще которых уволил. И контролировать сотрудников, которых уволил. Будущих сотрудников на их место, которых предусмотрен, вместо уволенных. и так далее и тому подобное. То есть 501 напоминалка, чтобы просто убрать отсюда вот это лишнее напряжение. Что-то стало здесь. Я и сейчас, который видит какую-то царапинку, возможно, на локбуке, какую-то где-то пылинку, где-то еще что-нибудь. И как бы раствориться. Раствориться в тех же даже советах, простых аплодисментах, которые даже вы написали. Спасибо вам как бы за то, что дали даже сейчас уже обратную связь какую-то. Мне прям очень-очень-очень-очень приятно. Итак, наша основная задача это разжечь музу и понять закономерность, что к нам не приходит клиент, потому что мы к нему не готовы энергетически, мы слишком себя раздали. И пока мы не начнем себя ограничивать от лишнего эмоционального, физического и даже как бы суетного какого-то раздавания себя, без этого у нас не поменяет все остальное. И я рад, что вам это вовремя, мы этим сейчас профессионально занимаемся. Мы сейчас занимаемся именно вот этим для того, чтобы для вас автоматизировать эти процессы. мы создали программу, ее уже проходит больше двух месяцев группа в 100 человек. И в принципе оттуда особо никто не ушел за два месяца. То есть люди все еще в этой программе им нравятся. Да, они разного уровня, кто-то совсем начинающий, кто-то опытный дизайнер, который по 11 лет работают, кто-то с какими-то интересными уже бизнес-процессами, кто-то даже не понимает и боится слова найма первого помощника либо страшного какого-то бухгалтерского или сериум-системы, что это. То есть все совершенно разные. Но мы сумели эту историю как бы подхватить и правильно дать людям. Мы создали не тренинг, мы вот решили не создавать тренинг, мы создали бизнес-клуб с обучающей программой. Потому что, допустим, Александр Емельянчик, простите, Александр, я первый в списке практически висите, и я вас узнал. Он был на наших конференциях, но я не знаю, с 17-го года, наверное, мы с вами катаемся. Александр из Республики Беларусь даже в Москву пришел выступать на нашей конференции. И, в принципе, было неплохо. Он тренингов прошел, наверное, моих. Ну, наверное, тоже немало за это время. Но есть факт один, что он не даст соврать, что тренинг это все равно некое ускорение, которое нужно для тех, кто никогда особо не ускорялся. А тех, кто и так ускорен, кто знает, что такое суета, выгорание и так далее, то для вас тренинг это еще одна собака заведена в нашей семье. И с тех 12, с которыми нужно гулять в нашей двухкомнатной квартире появилась еще 13-я собака. То есть и ты вот убираешь 13-ю собаку и вот жизнь стала лучше. Все, с 12-ю жить можно. 13-я была ту матч. И вот здесь та же самая история. Порой тренинги дают дополнительный стресс. У кого были стрессы от программы от того, что вы не успеваете делать домашки? Поставьте семерочку в чат. Семерочку в чат, что вы не успеваете попадать в это надо постоянно учиться. Да, надо, но просто есть вот это заставляющее тонуса. У нас есть тренинг по построению уникальных торговых предложений. Там домашки такие, что там надо было неделю делать. У нас всего так, мы тоже легко говорим. Тренинг полтп, да, что там, построить уникальное торговое предложение, что ли, сложно, что ли? 8 занятий построишь. Мы в это верим. Наверное. Если вы сделаете домашки настолько они пипец сложные. Тренинг по спиральной динамике. Хочешь понять клиента? Легко. 44 часа. А знаете, почему его никто не покупает? Потому что я не знаю ни одного из вас, 65 человек в чате, кто бы сказал 44 часа? Супер! Я еду в отпуск, как раз успею прослушать. Потому что 44 часа ты в голове просто отчетываешь. Я могу в неделю слушать условно говоря 5 часов, то есть это прослушаю через 4 месяца. Да ну нафиг, я вообще не верю, что я через 4 месяца могу так заморочиться. То есть это реальная проблема. Мы не разучились в нашем темпе жизни обучаться. Это прям боль. И мы это поняли. Мы это поняли нашей командой. Мы поняли обратную связь, как бы брали от девчонок. У меня есть одна девочка, она записала у меня аудиосообщение где 6 минут объясняла мне, почему она покинула тренинг. В конце этого сообщения она заплакала. Она говорила, Евгений, вы охренительный. И контент бомбезный. Но я просто не могу. Не могу. Я слушаю и отрубаюсь. Слушаю и ухожу во внутренний диалог и не могу не прослушать занятия. Я прослушал треть курса. Я просто там закопалась как танка в болоте как бы просто зажужжался и ушла вниз. И мы поняли, что нужно что-то менять. И мы разработали эту программу. разработали все правду, но все равно хочется динамику. Да это я не спиралку рекламирую. Я просто рассказываю наш подход, что мы поменяли. Почему мы тренинг назвали бизнес-клубом? Потому что это не тренинг. Потому что это состояние, когда ты развиваешься. неделю. Потому что каждый из вас может поверить, что полтора часа он неделю найдет. Те, кто у нас есть в гранях, скажите, вы тратите больше полутора часов в неделю не на переписывание в телеграм, а вот реально, что смотрите меня, смотрите контент, прям вот так устали в этой программе. Поставьте плюсик, если я все прав, а минусик, если реально устали. Давайте больше контента, срочно мы прошли все домашки, срочно мини-книгу написать, уже написала две, проверьте обе. Есть конечно такие, которые живут на опережение немножечко, но простите, мы им продаем что-то дополнительное, там они выгуливают себя, они покупают дополнительный тренинг, по ТП или по спиралке и вот там прям или по продаже переговоры 25 часов или можно там в старой записи купить просто для себя быстрые деньги в дизайне интерьера, просто послушать как мы в 16 году и понять что не так уж все ушло. Поэтому иногда когда-то слишком просто, иногда вот Виктор Гаврилов написал честно, больше, но не устал, так что плюс-минус. Да, у нас есть вебинары вот про это Виктор говорит. Но общий смысл мы создали так, чтобы не задыхались, чтобы мы не еще одна дышка в вашей жизни были. Поэтому очень вам рекомендуем именно вот этот формат. Я сейчас буду подробно рассказывать про бизнес-клуб Грани, те, кто у нас граневцы, они просто могут подтвердить, либо я хочу сэкономить ваше время, я уже расскажу про клуб и дальше про выгорание мы уже тему не тронем и я вам расскажу какие примеры у нас тоже кейсы тоже есть, которые стоит посмотреть. Мне еще нравится 1500 часов контента в ютубе видео с дизайном интенсивов. Да, 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 Марин Царбаева. У нас видео на ютубе сейчас 1200 видео, не часов, а видео. У нас есть вебинары по 3 часа, по 2 часа, ну там прям огромное количество. Короче, мы на целый год разбили программу медленную, где мы рихтуем ваш бизнес в спокойном, приятном темпе, с помощью контента, с помощью обучающих программ. И мы решили, что еще нам не нравится в обучалках? Мы убрали оттуда всю воду. Расусоль, а вот у меня была история, сейчас я вам расскажу. А вот там есть 33 способа, вам нужен 17 и 18 вместе с комбинаторики. Мы сделали вот эту хрень, все убрали. Мы убрали богиню-психологиню, которую мы выгуливаем все время. Вот мы сделали просто кейсы, то есть из серии шапка инстаграм. Если у тебя нет шапки, возьми вот такую, вот она хорошая. Если у тебя есть шапка, вот какие распространенные ошибки в шапке, профиль инстаграм бывает. хочешь вести инстаграм, не в шапке вообще дело. Есть лента, лента вот тут неплохая, посмотри на эти аккаунты, и вот тут неплохая. Сайт, сайт неплохой вот здесь, блок из таких блоков он обычно состоит, можете выбрать любые, в принципе, с этого начать. Но если вы не планируете продавать через сайт очень жестко, через рекламу, то в принципе пофиг, с каких он блоков состоит, просто клиенту нужно понимать, что он у вас есть. И мы даем это коротко, лаконично, все по делу. Не знаешь, что говорить, как говорить, дорого, там, нейтрализовывать это возражение, вот тебе 4 ответа. Выучи 4 ответа, но дорого. Один из них точно вспомнишь, когда будешь торговаться. Не знаешь, что о себе говорить, вот список, какие ты имеешь характеристики, выбери свою. Работаю от 2 лет, закончил дизайн школу, или такое-то образование, являюсь совладельцем студии, читая лекции, не читая лекции, езжу по выставкам, не езжу по выставкам, то есть пунктами. Берешь комбинаторику, набрал тебе, все, в бой ты упакован. Я не хочу тебе объяснять, как работает психология, сложность принятия решения, какой тип сахара должен был съесть клиент, когда пьет чашечку кофе у тебя за столом в переговорке, чтобы с большей вероятностью быть расположенным к разговору более полутора часов. Мы не будем про сложную НЛП-системы, и типы сахара, и гормональный фон, на который мы можем влиять с помощью речевых заготовок. Я вам просто говорю, четыре речевых заготовки. Ответ на слово дорого. Взял, выпил, выучил, взял, выпил в тюрьму. Взял, выучил, продал. Поставьте, что это было смешно. Это если вы переживаете, что у меня будет запись, она у меня будет. Вот, завтра у нас будет еще один вебинар, тоже живой, и на другую просто тему. Поэтому завтра не опаздывайте, будет круто. Вот, будем мы выкладывать запись или нет, мы с Олесьей Худяковой еще не обсудили, потому что она директор по развитию Граней. Вот она, если посчитает нужным как бы раздавать этот контент, то сделаем. Если нет, то нет. Короче, бизнес-клуб Грани состоит из девяти модулей за один год. Мы сейчас буксуем, второй закончили, сейчас треть у нас будет открываться. Вас приглашаем во второй поток нашего бизнес-клуба. Ой, бизнес-клуба. Вот, он у нас закрыт, и к нам просто так вступить в любой момент нельзя. И вот у нас сейчас две недели потрясающее окно, скажем так, когда мы это рекламируем и вас приглашаем к себе в гости, потому что сто человек уже тут находятся. Сто человек, ну вот, часть из них, каких-то несколько человек есть, кто сейчас с вами переписывался, как раз отвечал на эти вопросы. Внутри контент размеренный, мы его называем капельный контент, когда по чуть-чуть мы его даем, когда уроки две, пять минут, и каждый урок сопровождается текстовым пояснением с готовыми, ну, есть люди, кто любит читать, вот мы для них это делаем. Давайте вот так назовем. И, разумеется, кейсы, 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 кейсы. В первой грани у нас нужно разобраться, зачем мы это вообще пришли на рынок дизайна, что мы недополучили, что такое магнетический бренд, какие условия есть, что такое формула прибыли. Короче, наша основная задача разобраться, что такое бренд, как им стать, и нужно ли нам вот это на нашем пути к дизайну счастью. то есть криво-косм у нас все равно основная задача это построить студию своей мечты, а значит, разобраться, какая у нас мечта, потому что у нас есть навязанные мечты. Следующий модуль я эксперт, это где мы занимаемся упаковкой вас, что у вас должны быть там коммерческие предложения, вы должны иметь заготовку, почему вы стоите дорого, то есть в чем вы эксперт, почему вы молодец, из каких тезисов ваш молодец состоит и так далее. У нас даже есть в домашнем задании написать мини-книгу, то есть мы рассказываем очень подробно, как ее пишут, то есть это совершенно реально. Следующий блок, я психолог, мы разбираемся, какие типы клиентов существуют, то есть мы говорим о том, что такое мозг, что такое мужчина-женщина, халявщики, тусеры, делатели, и допустим системщики описываем клиентов, потом бытовые типы клиентов разбираем, молодожены, жены, олигархов и так далее, как с ними правильно себя вести, потом разбираем моменты, связанные уже с психотипами, шизоидной, плептоидной и мотивной, то есть в общем разбираем основные типы психотипов, потом переходим на спиральную динамику, то есть здесь у нас психология, психология бытовая, применимая, несложным языком, то есть от 5 до 10 минуты, уроки, очень подробно записаны и так далее, и тому подобное. Следующий модуль, и вот на каждый модуль это где-то полтора месяца, ну, наверное, не месяц, я вам говорил месяц, я понимаю, что там эксперты еще выступают по каждому модулю, еще у нас будут интересные персоны выступать, всевозможные, пока я там обратную связь проведу, вот по факту один модуль это полтора месяца, поэтому клуб с такой программой, он длиной на год, мы год вас обучаем по тем готовым технологиям, которые для вас подготовили. Я маркетолог, это не как настраивать рекламу в Фейсбуке, а контролировать того, кто настраивает рекламу в Фейсбуке, какие офферы существуют, какие спецпредложения существуют, где клиентов ищут наши замечательные коллеги сейчас и так далее, об этом во всем тоже расскажу здесь. Пятый, мастер продаж это манипуляции и переговоры, то есть манипуляции нужно знать как минимум, чтобы от них защищаться, то есть здесь мы очень подробно говорим на эту тему. Я свободна от рутины это делегирование, как нанимать комплектатора, сммщика, визуализатора, личного помощника, дизайнера, ведущего дизайнера, как разобраться с партнером, какие команды типа бывают, семейные, несемейные и так далее. Где искать этих всех персон, каким способом нужно заниматься поиском и так далее и тому подобное. То есть на самом деле очень классная штука про делегирование, где мы чиним голову, что вы можете сколько угодно продавать свое время и задирать стоимость его, но это снимается критерий, когда ты продаешь чужое время. Когда ты продаешь чужое время. То есть наш основной секрет в этом вопросе, как разобраться с партнером, круть. разобраться с партнером, я на самом деле вам даже могу проговорить, насколько у нас контентные эти блоки. Разобраться с партнером имеется в виду не просто разборка, надеюсь, это было понятно, чтобы не накосячить. Мы с партнером должны проговорить. Это зона ответственности в любом случае. Они должны пересекаться. Это в спорных вопросах, где они пересекаются, кто принимает решение. Все равно кто-то должен быть главным. Можем с тобой сколько угодно спорить. Ну и по маркетингу я главный, а по бухгалтерии ты, допустим. Третий момент это вещи, связанные с дележкой денег. То есть как мы делим прибыль. Как мы делим прибыль, когда кому-то из нас срочно нужно. Мне, допустим, машина разбилась, я хочу срочно машину купить. Имею ли я право выдернуть деньги из бизнеса. Как мы выдергиваем в критических ситуациях. Как мы будем расходиться. И это нужно обсуждать, пока мы в мирном состоянии находимся. То есть как мы будем расходиться в формате кому портфолио, кому сайт, кому сотрудники, кому офис, кому существующие клиенты и обязательства, кому будущие клиенты, с которыми все переговоры. То есть эти какие-то вещи стандартные, они обсуждаются на ранней стадии. Потому что можно по дружбе создать сколько угодно партнерств, но они рассыпаются в тем, как при приходе либо больших проблем, либо больших финансовых нужд. Ну вот вам как один из примеров короткого ответа, где я не объясняю почему, объясняю, что нужно сделать, что нужно прописать с партнером для того, чтобы с минимальными потерями, если что, с ним расстаться. Поставьте плюсики в чат, что вам понравилась информация и формат контента. Хочу от вас услышать плюсики, я не пишу ваших рук олимпийский. Вот, я медийный дизайнер, это уже медийные стратегии, прорабатываем, рассказываем, как в журналы подавать заявки, рассказываем, как строить личный бренд и так далее. Все, что с этим связано. Организовываем первое выступление, тоже работать над этим будем, дадим вам алгоритмы, как это делается, кому-то прям поможем. То есть, сейчас мы еще далеки от этого седьмого модуля, поэтому будет круто. Плюсики вижу, я рад, что вам понравилось. В общем, наша основная задача, я бы сказал, бы эти результаты, их тут много, мы описали, но я два выношу основных. Первый момент, это повысить стоимость услуг в два раза. Мы для этого клуб создали, чтобы мы вас прокачали за этот год так, чтобы вы легко могли это сделать. Если не сделали, это был ваш осознанный выбор, полный страхов, как бы, но у вас есть инструментарий весь, если вы делаете домашки. У нас открывается контент к новому, если вы не сделали домашку по-старому. Это тоже важный момент. И наша основная задача сделать вас трезвым от чужих навязанных мыслей, где вы, как девочка, допустим, ну я к девочкам сейчас обращаюсь, получили навязанную какую-то историю, что вон той большая студия, 33 магазина, и я хочу так же, как она. Но ты не хочешь, как она пахать, поверь, ты не хочешь с такой же ценой страдать, как она страдала, та, кто создала этот магазин. Тебе не нужны той ценой те результаты, которые у них есть. Ты хочешь просто быть при бабле. И вот мы учим увидеть те ценности, которые навязаны, чужие нам, которые нас делают несчастными, если мы пойдем по этому пути, не понимая, какую цену заплатил тот человек, на которого мы посмотрели. Что, может быть, у него изменился характер. Возможно, он стрессы приносил из-за этого домой, и возможно, он вообще развелся со второй половинкой. И это цена была его успеха. Это была цена причины, как он стал богатым. И не всем нужны большие дизайнерские студии, не всем нужны большие ментальные яйца. Простите за такую фразу уже вечером, поздненько, но я вам честно говорю, мы девочек отговариваем от этого, многих. Мы объясняем, что не всем это нужно. Хотя у нас в Союзе полно девчонок, которые строят свои торговые центры, запускают поставщичьи крутые направления. У нас у Татьяны из Челябинска идет два салона там, свои сантехники. То есть у всех разные истории, разные амбиции, и по-разному всем это далось. И это круто. Главное, не идти по головам, чем выше, тем сложнее. Тут вопрос всем нравится, невозможно. Возможно, по чьим-то головам нужно идти. И даже, возможно, по головам сотрудникам порой нужно идти. Тут другой момент. Тут вопрос остаться счастливым. То есть я хочу бизнес или я хочу быть счастливым. И мы рассказываем все инструменты и для бизнеса, которые подойдут, и для того, чтобы быть счастливым. Потому что может быть вам достаточно быть мануфактурным дизайнером, который наслаждается сам процессом. Ему не нужен никогда большой коллектив, но у вас есть смелость знать, как этот коллектив нанимается благодаря этому конкурсу. И для вас это не тема табу. Вы знаете, что это ваш сознательный выбор не нанимать коллектив до того момента, пока вы не сказали, что оно вам нужно. И вот зерна от левел разделить, убрать эту всю шелуху и понять, что я на самом деле это хочу. Хочу семью, хочу продолжение рода, хочу быть сопричастным дизайну. так давайте выстраивать, блин, где в бизнесе есть время на семью и где есть время на творческую реализацию, а не упахаться в замерах, в пыли, в финансовых отчетах и в переделках и проверках за подчиненными. Это разные два мира. И у нас единственная программа в России, которая охватывает подходы от профессиональных студий и мы даем ответы. Какие CRM-системы лучше для продаж, для управления проектами, где найти тех, кто может это внедрить, как выстраиваются финансовые модели, как выстраиваются правильная отчетность. К тому же вместе в одном клубе находятся и девочки, которые просто блин, что бы почитать про Баухаус. Так хочется быть сопричастным к красоте. И да, таким мы с удовольствием помогаем и это не зазорно. Мы пришли в этот мир не стать дизайнерами, мы в этот мир пришли стать творцами. Творцами своей собственной судьбы и если мы можем что-то делать для других, стать творцами еще для других. Мы пришли стать дизайнерами своей мечты, мы свою мечту лишь пришли реализовать. А мы о не забываем, пока так пашем. И более того, если вы возьмете потом в записи будете смотреть этот вебинар, посмотрите на мои глаза. Я более уставший был до вебинара. Во время вебинара мы сейчас затронули настолько важные темы, настолько меня это переключило, вдохновило, возбудило, как угодно это называете. Это разбудило во мне вот эту праведную ярость моего феникса, мою потенцию жизни. Потому что мне чертовски обидно, когда дизайнеры стоят дешево. Я знаю, как сложно вам. К нам в союз приходят или в какие-то обучающие программы. Все время говорит, Жень, какая у тебя классная работа, ты там с топ-моделями у присволов всеми обнимаешься, там на твоих руках мозоли от женских талий. Нет. Это фотографии на конференциях. А на самом деле ко мне приходит время с проблемой, с болью, с какой-то историей грустной. Иногда такие истории, что у меня у самого подкатывает сюда и вот как бы хочется прослезиться. Потому что ты думаешь, бывает же такая хрень, бывает же такая ситуация жизненная, и человек не опустил руки, он трижды круче меня, она сейчас, блин, королева, а не я, к кому она пришла за вопросом. Потому что не знаю, я прошел бы через это испытание, остался бы в дизайне и вообще в состоянии любить и кому-то еще отдавать в работе. И вот это кейсы к нам с этим приходят. И сопливых, слезливых историй, полных вот, блин, с солью, пропитанной от слез, как бы этого полно. И вот это моя работа. И поверьте, вот этих заблудившихся, тех, кто пошли не по своей мечте, это самое обидное спасать. И когда ты понимаешь, как это все сложно, сколько клиентов, террористов бывает и так далее, что людям некому просто обратиться за помощью, для этого нужны бизнес-клубы. Это тоже причина, зачем люди приходят, чтобы одному было не страшно. Это тоже правильный ответ. Для кого-то дизайн части, а не быть одному. Но партнер слишком накладный, нечего делить. А когда находишься в бизнес-клубе, все как-то поспокойнее. Есть плечи, есть кураторы, там индивидуальные, у нас есть наставники, которые вам помогают. У нас наставники бомбические. Это наши звезды консалтинга. У нас есть даже молодые девчонки, допустим, у нас есть Тюмени. Потрясающе просто Светлана Муханова. Потрясающе. Мы когда ее наставником, мы с ней проговаривали эту историю, а я знаю, насколько она правильная, православная, что она не обидит никого. И поддержат. И, в общем, как бы, просто это человек, который обнимает душой. И я понимаю, что это умеет лечить душой, это супермотиватор, это просто берет и делает за тебя, я не знаю, но у нас есть такие девчонки, которые даже так делают. Тут Анжелика Пистаренко наша знаменитая. Тут, и вот ты смотришь Екатерина Юнусова, которая вроде бы такая маленькая девчонка, улыбается, там смеется. Хоп, фантамансийский, огромный конкурс региональный как бы запускает в одиночку. Ну, а что, прикольно. И вот это наши наставники, это девочки, которые вам помогают к своей мечте пробиться. А если наставник что-то не знает, допустим, вы, условно говоря, очень серьезный дизайнер, уже с определенными какими-то результатами, там подключаюсь я. Либо наставник консультируется со мной, потому что у нас есть отдельные группки, где мы сидим с только наставниками и обсуждаем сложные вопросы. А поверьте, за эти два месяца бизнес-клуба Грани у нас уже было достаточно много обсуждений и дискуссий по поводу ваших вопросов, когда вы их задаете в индивидуально своих маленьких группках. И в большой, в большой у нас как бы такие попсовые обсуждения в основном. Вот. А вот бывают такие, что приходится мне очень серьезные там записывать сложные голосовые сообщения, а иногда и просить, чтобы их переслали в вашу группу, чтобы даже два раза не записывать. Вот. Потому что это просто требуется. И мы создали этот любящий такой вот кокон для того, чтобы вам это дать. Простите, что так долго про это рассказываю, просто я вам не знал, как донести эту ценность, и меня сейчас зажгло. То есть, вы видите, я другой. Я до этого про контент рассказывал ленивый. Для кого клуб подходит, понятно, те, кто не развивается, сдохнут как динозавры. И слава богу, блин, это же круто. Это круто, что у нас меняется аудитория постоянно на конференции, что старые дизайнеры разочаровываются в образовании. И получается, у молодежи, у молодежи не в смысле возраста, а в смысле лет в дизайне, которые еще готовы задавать вопросы, которые считают, что им это нужно. У них появляется всегда шанс подрезать на повороте старую гвардию, кто уже осел на свой сарафан, заперся в старых отработанных каких-то темах и не покоряет этот мир. Это не хорошо, не плохо. Это называется эволюция. Все боятся революции, что придет новый дизайнер и вас гонит, но вы этого не заметите. К сожалению. Это просто то, что происходит на рынке. У нас на конференции новые просто люди. Новые люди. Мы не знаем их. Это новые глаза. Это новые девчонки. И даже на этом вебинаре есть те, кто ставили единички, не знают меня. Я 10 лет преподаю по всей России. Мой мастер-класс стоит 150 тысяч рублей. Они меня не знают. Они знают Диана Балашова. У меня подписчиков чуть больше. Больше меня катается, мне кажется, только Диана Балашова и Дымбовский. Мне кажется, они вдвоем ездят в Россию. Побольше меня. Все остальные точно меньше меня. Это прямо 100%. Чтобы вы просто понимали, уровень моей экспертизы. Итак, что-то я разошелся. Понятно. У нас есть на месяц, на три месяца и на год присутствие. Сейчас расскажу, чем оно отличается. Моя основная задача, чтобы вы понимали, что мы даем внутри. У нас есть контент-модуль, который в месяц вы точно один достанете. Условно говоря, контент-модули могут, как тренинги, стоить под десятку. Группа закрыта в Телеграме, может, 3000 рублей стоить, может, 5, условно, 5. Мы сейчас пробегаемся, что готовые задания, кейсы, разбор домашних заданий, мастер-классы с экспертами. Может быть, ценности где-то вот такой, если это покупать по кусочкам, в других нишах или в дизайне в том же, может быть, 1060 наберется. Это вот такая условная ценность. Давайте условная ценность. Если я вас обманул, мы разделим ее на 3, пусть это будет 20 тысяч рублей стоить. Если бы один месяц стоил у нас 20 тысяч рублей, то год у нас стоил бы 240. Это выглядело бы как образование, на самом деле, это того бы стоило. То есть это была бы крутая программа на год, как MBA или, может быть, Гарвардская такая, знаешь, Гарвардская. Не выговорил с первого раза. История. И она бы, на самом деле, выглядела бы именно так же, как и сейчас. Один в один. Может быть, мы чуть больше грузили и чуть больше требовали бы отчетов по домашкам. Но мы решили облегчить эту ситуацию и занизили очень серьезную стоимость услуги, потому что мы автоматизировали, сделали этот продукт массовый. То есть у нас должно быть там много людей. У нас сейчас сотня. И сейчас во время этого запуска, я тоже уверен, там 50-100 человек точно добавится. У нас есть общая обратная связь. Я общаюсь только в общей большой группе, стараюсь в локальной. Я во все добавлен, но не переписываюсь там. Я только иногда подсматриваю, как бы интересность процессов отслеживаю. Комплексная пошаговая подготовка. У нас там мастер-классы с экспертами и так далее. Поэтому выступаю там не я. И я проверяю домашки раз в полтора месяца. Раз в полтора месяца. Вот за счет этого мы сумели сэкономить мое вмешательство в наш бизнес-клуб и, следовательно, понизить его стоимость. Поэтому каждый путь задаст себе вопрос, сколько стоит его личный путь к состоянию дизайнера своей мечты. Вот дизайнер своей мечты для вас это сколько. Поэтому специальное предложение для наших замечательных участников мастер-класса. Мы стоимость участия годового в нашем клубе рассматриваем как 29 тысяч. 29 тысяч за год. Да, у нас есть Тинькофф рассрочка, у нас есть люди, кто берет эту рассрочку даже. Я не могу ничего как бы про эту тему прокомментировать. Я считаю, что доступнее просто бы невозможно. Доступнее это бесплатно. Но бесплатно мы не можем. Почему я говорю про годовую историю? Годовая история это если вы покупаете пакет на год, если вы обратите внизу восьмой пункт, там есть еще в подарок тренинг ораторской искусства и продажа со сцены. То есть мы очень подробно рассказываем, как дизайнеру интерьера правильно выступать. Это история примедийность вашего, про вашу как бы вовлеченность в построение личного бренда. Поэтому годовой пакет самый выгодный из этого всего. Но вы можете взять пробный, пробный на месяц и с удовольствием посмотреть свои силы, померить себя. Те, кто у нас присоединяются через этот бонус, то есть вы оплачиваете сейчас тысячу рублей. Разумеется, эту тысячу рублей можно вычесть из любого пакета. Понимаете, из двух тысяч, из семи или из двадцати девяти. Но мы понимаем, что если оплата прошла 29-го числа или там 28-го до обеда, 30-го до обеда, то мы вам должны еще будем бонус. Бонус – это 11 выступлений с нашей конференции, с последней. У нас прошла потрясающая конференция по ресторанам, очень крутая. И я вам очень рекомендую как бы именно присоединиться к нам вот именно с этим бонусом, потому что бонусы у нас могут там быть еще другие дальше, но они будут меньше по объему. А вот запись всей конференции, которая у нас прошла, самые свежие новости, как делать дизайн интерьера ресторана, какие фишки, материалы поставщики там новые придумали, какие распространенные ошибки, как дизайнеры, ваши коллеги уже работают в этой нише. То есть это прям круто. Поэтому бронируйте бонус, переходите по ссылке, которая у вас есть, вам нужно забронировать эту тысячу рублей. Вот. И в течение 24-х часов оплатить, если у вас даже тысяча рублей нет на карте. Прекрасно понимаю, все бывает, чуть-чуть даем время. Найти можно эту ссылку либо из чата, либо в моем аккаунте Евгений Тюрин. У меня вот такой вот синий, черно-фиолетовый аватар. Я бы назвал бы, там активная ссылка у меня тоже в шапке профилей есть. Либо можете написать о тем, кто оплатил. Тем, кто оплатил, когда? Если вы оплатили на конференции живой, то у вас, мне кажется, будет больше бонусов. У нас тающие бонусы. Чем раньше платили, тем больше получаете. Или если вы говорите, что вы уже в гранях находитесь в нашем бизнес-клубе, тогда пишите мне лично. И это мы вопрос решаем лично. Если вы видите, мы обещаем какой-то бонус, и вам такой хочется, а вам такой не дали, то мы всем об этом не рассказываем. Мы говорим, даем их только тем, кто уже вступил. Несколько дней назад, к сожалению, не попало к семейным обстоятельствам. Окей, пишите мне, мы вам пришлем этот бонус, вы считаете, в этот поток попадаете. Дальше. Бронирование бонуса выглядит вот так, табличка. Там заполняйте имя, фамилия, карта визы вверху, нажимайте, там вот такая страничка будет. Вот. Заполняйте карту, тысячу рублей переводите и происходит счастье. Можно отложить этот процесс, но поверьте, мы сейчас записываем контент и у нас выступают эксперты, и вы недалеко еще от нас как бы отстали от первого потока. И вам будет интересно, если уже первый поток будет двигаться дальше, а именно при них происходит запись бизнес-клуба, то есть первый человек вот 100, кто присоединился, мы с ними идем и записываем всю программу с нуля. все остальные идут уже по записям, но вживую присутствуют на вебинарах с экспертами, новыми экспертами, других модулей, которые они не видят, и возможно эти модули появятся через 2-3 месяца у них и так далее. Вот мне бы хотелось, чтобы вы поймали все же удачу за хвост или за какое-то другое место, выщипали этот хвост и оставили его себе. Это тот самый случай, когда вы принимаете решение, когда вы, чем вы, знаете, успех от слова успевать, чем быстрее вы принимаете решение, тем окей. Если вы не принимаете решение, подумайте, поймайте себя прямо за руку вот так вот. Не хочу это делать, опять разводняк какой-то, а потом, блин, а может быть у меня все проблемы в жизни от того, что я не умею принимать решение. из-за того, что когда шанс перед глазами всплывает, я его пропускаю. Вот я хочу, чтобы вы перед сном подумали на эту тему, если вдруг вас не тронула эта история, вот, может быть, есть какая-то причина, которая хорошо бы могла и тут срезонировать. Итак, мы настолько уверены в своем продукте, что если вы год охотитесь в нашем тренинге и не получили результата, вам не понравилось, ну, вы сделали все домашки, мы вам вернем деньги. То есть, это тоже распространенные как бы наш оффер, мы его везде рекламируем, потому что настолько уверены в качестве записанного контента и решений, которые мы вам предлагаем. У нас дальше Елена Васелова, люблю ее, потрясающий, как бы, наш член союза, была раньше. В 2017 году пришла, сначала работала с конечным клиентом, потом работала с стилистом интерьерным и создали специальные конференции по стайлингу. И она там, грубо говоря, тоже, ну, не была до конца счастлива. А когда создала свою школу по декорированию для домохозяек, она как раз получила свое состояние и дизайн счастья. И вот, я ее привожу как в пример, что вот человек, который хотел быть сопричастным к искусству, но не знал, с чего начать. Мы ей помогли начать и несколько раз помогли начать по-разному. Но счастлива она по-настоящему стала, когда открыла свою школу по декорированию для домохозяек. И это круто, когда ты себя нащупал, когда нашел в этом мире, когда ты попробовал. Александра Рестиции, там вся история в продажах-переговорах у нас. Это был самый больной момент, и чтобы его решить, мы с ней победили. То есть она закончила дизайн-школу, мало опыта у нее, то есть, и вот нужно было творческой реализации. Хотелось не работать на той работе, где она работала до этого. Хочется не зависеть от родителей, парня, мужа, не просить деньги на косметику и так далее. То есть хочется быть самой. Вот. Но для этого нужно уметь продавать. И мы с ней научились, причем научились так, что сделали экспертом ее. Более того, он научил своего продавца, и у нас все время все хотят схантить нашего продавца. Благо он, что Дмитрий нам верен, и я его люблю, и всячески ему тоже помогаю, подсказываю, если что-то требуется. Зульфия Адаева. Владелица студии, золотая у нее клетка, четверо детей, в общем, молодец. Реализованная, успешная. Стала счастлива, когда стала выступать в своем регионе в Иркутске перед поставщиками. То есть она стала медийным дизайнером в своем регионе благодаря тому, что просто стала сначала вести вебинары и появилась как ассоциативный ряд у поставщиков, что, ну, кого на презентацию приглашать, о нас говорить. Давайте Зульфию, она все время все равно выступает. И это тоже прикольно. Нина Лопатина сама на себя хотела не зависеть от мужа, от мужчины, и, как выяснилось, ей это пригодилось, от партнерских отношений в бизнесе, допустим, тоже независимо. Она выстроила свой личный бренд. У нас получилось выстроить свой личный бренд ее, так что она теперь является вот Нина Лопатина, есть Нина Лопатина. Вот и все. С кем-то она может в партнерстве находиться, не находиться, но звезда она. И, разумеется, один из крутых кейсов, который она сейчас запустила, это конференция для девелоперов. Она организовала огромные мероприятия, не связанные вообще с дизайном, а вот конференция для девелоперов, для своего потенциального клиента. Ставлю 5 копеек, я в гранях, и для меня был интересным расчет, что 29-го, 12-го, это месяц просто пшик. При всех сомнениях это даже не назовешь ценой обшипки. 29-го, 12-го. В месяц этот пшик. Блин, Евгений, я как-то криво просто читал, я даже не понял, что написали. При всех сомнениях это даже не назовешь. А, в смысле, имеется в виду стоимость не 29 на 12 месяцев. Все. Да, что это не цена ошибка. Все, все, все. Понял. Я думаю, блин, 29 это звучит как время. Да, это совершенно маленькие деньги за ту энергию, которую мы вкладываем. Я вам по секрету скажу, Евгения, у нас тут окружение такое достаточно объемное. У нас, так как это проект новый, кураторы еще горят. И вы сейчас получаете, не то, что на 29 тысяч, вы на 329 тысяч все получаете обратные энергии у всех, кто находится в этом проекте. Поэтому, на самом деле, сейчас вот самое лучшее быть в начале. Я думаю, первые 2-3 потока это еще будет яркое горение. А потом мы либо будем уже новых кураторов искать, либо будут какие-то другие истории, потому что нам нужно будет поддерживать этот огонь. Кураторы сами хотят вам помогать. А это, ну, как бы, невозможно купить. Я не могу это продавать. Я не могу это рекламировать и серить, что это стабильный результат. Вы просто попали в струю. Вы первые. Повезет вторым и третьим. Четвертые. Это уже будет, ну, как бы, биомеханика. Поэтому, скорее всего, у нас следующие потоки. Мы уже будем присматривать новых кураторов. Это тоже такая важная история. И про марафон я вообще молчу. То есть у нас еще внутренние есть марафоны, внутренние обучалки и так далее. То есть у нас, на самом деле, есть... О, вот люди пишут, огнище. Марина Волкова. Создала в Воронеже семинары для новоселов со своим партнером и провела их уже более 11. Это форма, как она ищет клиентов. Это ее форма дизайна счастья. Юлия Фамбулу. Создали мы с ней уникальный продукт, чтобы отличаться от коллег на рынке. И она переехала в Москву, накопила денег. Мы разработали с ней уникальное торговое предложение. Я уже быстро по кейсам бегу. Игорь Куркин свой личный бренд построил на предметном дизайне. То есть первая его публикация в АД была со столиком. Потом его заметила АД и он стал великим, интересным. И каждый из нас хочет работать с малым количеством клиентов. То есть Куркин является таким неким ориентиром для многих дизайнеров, что все хотят работать по такому же принципу, как он. Когда он отказывается от клиентов и работает только с теми, у кого есть бюджеты. И берет не за дизайн проект, а за 10% от полного бюджета стройки. Полный бюджет. Как бы от 200 тысяч рублей в реализации. Вот это, я так понимаю, объема. Даша Шевченко построила свою дизайнерскую студию, свои франшизы. Продала всю эту историю задорого. По-моему, около 7 миллионов рублей стоила ее дизайнерская студия. Ваша дизайнерская студия стоит 7 миллионов рублей. Но что-то мне подсказывает, нет. Вот. Гудзон построила проект, это приложение для дизайнеров. Уехала в жизнь в Сочи. То есть ее дизайн счастья, это уехать в жизнь в Сочи. И это тоже, честно, круто. Вот Любовь Сафронова, вот как раз с ней неделю дизайна в Узбекистане. То есть как бы создали. Это тоже то, чем я горжусь. И как бы один из таких крупнейших проектов на постсоветском пространстве. Ну, по конференции он самый крупный. То есть у нас крупнее мероприятий нету в России уж точно. Вот. Олеся Худякова неправда написала на слайде. Уже точно она повысила услуги свои больше 300%. Стоимость услуг была 1400 рублей за метр квадратный. Осталось 4500. И это честно. Она повысила свою стоимость услуг. Она гигантский молодец. И она прям наш куратор. И наш руководитель. Наш наставник. Она сейчас называется наставник. Вот. Она наставник одной из групп. И наш директор по развитию этого проекта. Это круто. Короче, у вас есть вариант остаться при предыдущих условиях. Самому читать много книжек и искать ответы на разные вопросы. Либо присоединиться к нам и получить и заботу о себе, и готовые ответы на все, что связано с бизнесом, развитием и уникальностью в дизайне, в индустрии дизайна. Поэтому специальное предложение для участников мастер-класса, который будет тающим и потом будет гораздо меньше. Это стоимости, которые вы видите, совершенно небольшие. Это те, кто в год вписывается. Это запись тренинга по ораторскому искусству. И это 11 видео выступлений с нашей конференции по хорике, которые сами по себе продаются за 9000 рублей. Поэтому это как бонус такой, в девятку по деньгам. И как это резервируется? Берем 1000 рублей и переводим по ссылке, которую я писал. Где моя ссылочка? Вот она. Вот, переходите. Можете перейти по ссылке в шапке профиля у меня в Instagram. Там тоже есть активная ссылка, скрытая. Там будет вот такая вот замечательная форма. 1000 рублей. Карта Visa. Заполняйте ее, нажимаете кнопочку волшебную оплатить, и вы попадаете к нашим продажникам. Они с вами завтра свяжутся, предложат как раз участие в нашем бизнес-клубе. Разберетесь, какой пакет хотите и так далее и тому подобное. То есть, я вам рассказал, как это работает. Я вам рассказал сегодня про выгорание. Я вам раскрыл сегодня про кейсы и про важные такие вещи, которые мы затронули. На самом деле, мы затронули очень много важных моментов, даже не про дизайн, а про вас самого внутри себя. Поэтому предлагаю закончить вебинар. Если у вас есть вопросы, напишите вопросы. Если вопросов нету, пишите спасибо. Мне нужна ваша обратная тоже энергетика. Я устал, как вы видели. Я выговорился. Я вам честно рассказал, как у нас все устроено. и честно раскрыл тему, связанную с эмоциональным выгоранием. Потому что тема важная и опасная. Я бы даже так сказал. Опасно попасть в эту ловушку, в ловушку, когда ты за собой недоухаживал, недоследил, недозащитил себя самого от своих собственных обещаний. Я попадаю в нее тоже. Изредка. Я работаю над собой. И я не понаслышке знаю, как это больно. Больно не хотеть на работу. Больно не уметь защитить себя от обещаний и встреч, которые зачем-то дал. И это нужно. Это нужно для того, чтобы сделать ваших собственных клиентов счастливее. Они вам потом за это сами будут благодарны. За то, что вы имеете оставить границы, за то, что вы энергетически наполнены и являетесь тем дизайнером, который превосходит их ожидания. Очень полезный и вдохновляющий. Спасибо вам огромное. Просто огонь. Женя, спасибо тебе. Пора отдыхать. Нет. У нас сейчас будет суперинтересные созвоны. Еще рабочие. Вы не представляете. Я сейчас горю и я сейчас хочу сделать еще очень много. Мы сейчас разрабатываем премию в дизайне от Союз дизайнеров и архитекторов. Это потрясающий проект. Он причем будет в короткие сроки реализован и вам понравится. Это будет вечернее, бомбическое наше такое фееричное мероприятие. Наконец, ноября мы его планируем. Поэтому я весь еще в работе. И я им горю. Это не забирает мои силы. Я счастлив. Я люблю то, что я делаю. Я люблю помогать людям. И мы реализовали это. Союз дизайнеров и архитекторов это коучинговая группа, где люди имеют доступ к моему телу. Называется. А Грани это массовый наш бизнес-клуб, где у нас доступ к телу кураторам и нашим наставникам. А я только в общем чате и, разумеется, в методологии записи контента. Вот в чем разница, если этот вопрос уже возникает. Женя, как вам пришла идея создать союз дизайна? Да их были уже союзы, просто они были какие-то мертворожденные дети. Чем они занимались никто не понимал. Распилы государства меня не интересуют. Поэтому создали в свое время в 16-м году бизнес-клуб с официальным форматом союз дизайнеров и архитекторов. И меня подтолкнула к этому одна из учениц, которая считала, что ее какая-то коллега в Новосибирске относится к какому-то местному союзу и она крутая. Я говорю, не, вы круче. Она говорит, не, но та же в союзе. Я говорю, хотите создадим свой союз? Взял и создал. Вот, просто вопрос создать это не проблема, создать и вы все можете. Вопрос, что с этим делать? Мое достояние это то, что наш союз не закрылся и наш союз самый знаменитый союз из всех. У нас полно врагов, нас ненавидят за активность. Мы номер один по ивентам, мы номер один как школа по построению личного бренда. Кто из вас похвастается из бизнес-тренеров, что у него есть 70 дизайнерских студий в консалтинге? Кто дольше меня на рынке? На рынке дольше меня, мне кажется, только Орехов. Да и то у него другими проектами он занимается. Он тоже не конкурент. Поэтому тут на самом деле, если нужны павлини-хвост и портфолио, оно максимальное. Вам по-хорошему во все остальные зоны, куда вы пойдете, риски гораздо выше. И плюс к этому ко всему мы создали еще доступный вход по деньгам. По-моему, фулл-хаус. Не вступаем мы в формат грани, то есть кто-то не вступает в грани только по одной причине, внутреннего противоборства. Либо человек не любит меня по какой-то причине. Я когда-то ему наступил в очереди к кейтерингу на какой-то вечеринке или декорейшн. Либо зависть, либо непонимание, неумение видеть выгод. Но это он не меня обижает этим. Он сам по жизни несчастный, что теряет какие-то возможности, которые вокруг него появляются. Вступить в первые наши ряды людей, проходящих обучающих программ, это значит стать любимыми учениками, которых мы запомним. Потом ученики забываются. На больших потоках они забываются. Прикиньте, у нас в гранях 500 человек, 1000 человек, 2000 человек. Я вас не знать буду по аватаркам даже. И по вашим умным вопросам. Там будет все время кипеть жизнь. Все время кто-то будет переписываться, спрашивать поставщиков замеры, кто где плитку выбирает. Пойдемте на это мероприятие. Девчонки, а кто знает что делать, как теневой плинтус и так далее. Там все время будет какая-то жизнь. Мы уже будем не понимать. И возможно что-то будут понимать кураторы. Но мы будем знать, что у нас безупречная обучающая программа, по которой мы возгоняем и делаем вас лучше. Приходите в первые ряды. Не делайте ни себе, ни нам мозг. Благодарю, Евгений. Я рада быть с вами, рада быть здесь. Класс. Все. На этом закончили. И я вас благодарю, что здесь вы были с нами. На этом все. До свидания. До завтра. На завтра вебинары, прямые эфиры и все остальное. Я сейчас обновлю нашу новостную ленту. в Союзе дизайнеров и архитекторов в Телеграм-канале. Союз. Продолжение следует...